Привет, ребята! Зовут меня Артур и я живу в Израиле. Я вас сегодня приглашаю в гости к черкесам, которые живут в Израиле, в Галилее, в деревню Кваркама. Чудное и прекрасное место, чудные и славные люди. В Израиле есть две деревни, в которых проживает черкеса. Сегодня мы гостим к Кварками. В это место я попал абсолютно случайно. Сразу же после короны мне предложили экскурсию в это место. И я был поражен, я был удивлен, что я живу с такими красивыми и благородными людьми. Но вот миновал месяц Рамадан, и я всех правоверных поздравляю с праздником. Ураза Байрам, желаю счастья и здоровья. Так вот, когда я попал в это место, я был крайне удивлен. А когда я попал в музей черкесов, и мы посмотрели там фильм, и был чудный и прекрасный провожатый Давид, который комментировал фильм, объяснял. После фильма он отвел всех в сторонку, и все желающие могли ему задать вопросы. И когда я услышал о трагедии черкесского народа, я долгое время оставался в шоке, я был поражен. Они живут здесь уже почти 150 лет. А я не знал об этих людях ничего. И к моему великому стыду ничего не знал о трагедии, которая постигла черкесов. Они были изгнаны из своей родины, и я слушал эту историю с замиранием души. Ну вот, эти люди переселяются сюда, в Османскую империю. И обустраиваются, цепляются за новое место. И я хочу сказать, что деревня Кваркама самая чистая. С 1982 года держит пальму первенства. Она самая самобытная. Она лучшая из всех общин черкесов. Привет, ребят. Ой, мой хороший. Привет, хорошие. Я послушал множество рассказов самих черкесов об этом месте. И все в один голос говорят, что община черкесов, обосновавшаяся в Израиле, а именно в Кваркаме, есть еще одна деревня. Она находится ближе к Ливану. Даст Бог, война закончится, и мы обязательно туда выберемся. Так вот, я хотел сказать, что моему удивлению не было предела. История меня поразила. Люди настолько сильны, настолько мощны духом, они отстояли вот это тяжкое испытание, преодолели его. И, конечно же, я был под большим-большим впечатлением от этой истории. Потом стал потихоньку распутывать клубок, что и как происходило. Так вот, черкесов раскидало по всему миру. Народы Кавказа. Не только черкесы пострадали при нападении России на Кавказ, но и многие другие кавказские народности были разбросаны по всему свету. И вот интересная история получилась у меня с этим местом. Я стал немножко интересоваться, я стал немножко посмотреть информацию в этом месте. Мне попалось пару-тройку лекций. И вот как красиво сказал бывший житель Кавказа, а ныне житель этой деревни, он сказал так. Кфаркама это такое место, как бы должен был бы выглядеть мир черкесов. Это как бы образец. Здесь сохранился язык, здесь сохранились свои школы. Есть прекрасный, чудный музей. Очень красиво, очень красивое место. Душевное и чудесное. черный базальт лег в основу строительства старых Кфаркама. Есть, конечно же, и новая Кфаркама. Мы подойдем, погуляем, мы побродим, посмотрим. Так вот, интересные вещи я узнал о черкесах. Трестные вещи для меня. Я сам всегда говорю, я представитель маленького народа. Я из Литвы, из крошечной страны. Сейчас живу в Израиле, это тоже маленькая и крошечная страна. И я всегда буду стоять, всегда, на стороне малых народов. Так вот, когда я нашел свидетельство людей, путешествующих по Кавказу, 200-300 лет назад, они описывали свои впечатления об этом народе. И вот о сопротивлении. Наверное, больше всего меня заинтересовало, вот, как описывалось сопротивление. И сопротивление выглядело следующим образом. Мужчины, завидя опасность, уходили из сел в горы, в леса, в чаще и проводили боевые действия. А женщины сидели приготовившись, когда наблюдатели давали знак о том, что опасность уже очень близко. Шалом, шалом. Когда опасность очень близко, женщины моментально хватали тюки с добром, хватали детей, стариков, убегали из деревни. А в деревне оставался мальчик. Самый шустрый и крепкий парнишка, который слышал до последнего. Когда уже он слышал, что неизбежно враг ворвется в деревню, он топил огонь, он топил очаг, он тогда хватал угли и рассыпал угли по крышам домов, дабы врагу не досталось ничего. И вот я думаю, что вот в этом, наверное, самая такая, ну, отличительная для меня черта черкесского народа. Я множество и множество послушал историй, ну, без слез не послушаешь, без слез не разобрать, как говорится. Но я хочу сказать, что люди преодолели трудности, обосновались в этом чудном месте. Черкесы появились здесь еще задолго до основания Израиля. И я вот всегда говорю, давайте будем честными, черкесы были здесь задолго до основания Израиля. И когда зародился Израиль, еще задолго до его рождения черкесы помогали евреям, которые перебираются в Палестину. Но когда зародился Израиль, черкесы полностью встали на сторону Израиля. И вот эта любовь, и вот эта вот привязанность израильского общества к черкесам и черкесам к израильскому обществу чувствуются до сих пор это высокоуважаемые люди в обществе Израиля. И я пришел к ним сегодня поклониться поздравить их как самые харбабриют. Да, тяжелый был пост Рамадан, но вот он окончился и народ может веселиться и ликовать. Я рад, я рад, рад, рад за этих людей. повсюду повсюду маленькие автомобили. Когда мы были здесь гидом, ядовит сказал, что здесь эти автомобили для того, чтобы люди праздно не болтались по улицам, они ездят у всех маленькие электромобильчики, человек может сесть, подъехать, чтобы не тратить время зря. Вы знаете, можно по этому месту бродить много и много и все будет мало и мало. Место очень чудное, а люди просто запредельные. И вот видите, надписи написаны на их родном языке. Вот поэтому житель этого города их сказал, что Кваркама это пример того, как бы должен был бы выглядеть мир черкесов, их страна. Когда закончилась лекция и все набросились на Давида с вопросами, и кто-то спросил, что и как, хотите ли вы вернуться в Россию. Он сказал, что когда власти пришел Ельцин, отношения между черкесской диаспорой и за рубежом тут же потеплели. Были прекрасные отношения, было все хорошо. Относительно до демократии в России, зародыша ее, было все прекрасно. К власти приходит Путин, все сворачивается и все дело свернули по большому счету общины черкесов. я так понимаю, что они всегда мечтали о том, чтобы вернуться на свою историческую родину. И когда стали Давида донимать натошные туристы и спросить, вы хотите гражданство России, он сказал, нет, я не хочу гражданства России, я хочу гражданства Черкесии. И вот те черкесии, которые разбросаны по всему миру, никогда, никогда не забывайте, что тот мальчик, который остался в деревне с зажженными углями и ждет, когда враг ворвется в деревню, они по сей день живы. Рано или поздно черкесы вернутся на свою родину, я им от всей души этого желаю. А вот когда они вернутся на свою родину, создадут свою страну, я с удовольствием приеду посмотреть на эту страну. Да, черкесии, как и друзы, служат в израильской армии, в отличие от хитрых евреев, которые умудряются не служить в армии, есть такие у нас товарищи, которые это дело переложили на плечи чужие. Не все, конечно же, не все. Я говорю в ортодоксальной общине, которая даже когда моя страна бьется за свою независимость, не желает ее защищать. Так, тут я перед черкесами снимаю шляпу, перед друзами снимаю шляпу, ну, а перед вот товарищами, которые не хотят защищать свою землю, я, конечно же, ничего не снимаю. бомбоубежище, напоминание о войне, сейчас вся страна застыла, из севера нас лупят, из юга нас лупят, и ждем ответа иранского. Ой, да, видели, вот там, когда мы вышли, у меня совсем сегодня закружилась голова, там была гора Фавор, гора Преображение, и я сегодня туда поднялся пешком, вот она там, на фоне того симпатичного дуэмика, каких-то 600 метров, ребята, я поднялся туда пешком и спустился оттуда пешком, кто захочет увидеть это увлекательное путешествие, смогут увидеть это на моем канале. Не забудьте, что автор всегда приятно пару-тройку слов услышать о своей работе. Вот бомбоубежище. Есть такое дело в Израиле. Да, здесь продают шикарные сыры. Здесь есть магазинчик, где продают шикарные сыры. Мы здесь были, но так как сегодня праздничный день, люди отдыхают, все правоверные сегодня конечно же молятся, празднуют, отдыхают, и я очень-очень рад. Только могу порадоваться за них. ребята, которые работают со мной, тоже постились целый месяц. Вчера утро они собрались идти в Аляксов, а вчера утро был такой сильный дождь, наверное и зимой такого дождя не было. Да, на дворе сегодня 11 апреля, тепленькая погода, прекрасное время для прогулки. я хочу сказать, что вот старый город Хфаркан, по которому сейчас гуляем, он очень отличается от арабской именно застройки. Описывается случай, когда темплер по фамилии Шумахер была такая деревня, темплер в Шхуна-Гермонид, в Хайфе, есть такая и в Сароне, есть такая и в Яфо. были были тут такие люди и вот когда он разведывал местность и грунты и тому подобное для постройки железной дороги в Дамаск, обнаружил для себя, товарищ Шумахер, обнаружил для себя черкесов на Голанах, но в стороне там Хайфи в сторону Ливана и вот он описывает как он был поражен красотой и чистотой их жилищ, красотой и аккуратностью их домов. Вот посмотрите сами. Это очень отличается от застройки арабской, очень отличается. Я вот гулял по горе Фавор, поднялся вверх и спустился по арабской деревне, погулял там, но это небо и земля, это совсем другие иные принципы. Я уже не говорю про чистоту. Чистота просто зашкаливает. Черкесы 500 процентов. дерево, дома из дерева. Вообще это просто просто ну крайне редко вы увидите в Израиле дома из дерева. вот он там внутри отделан деревом. Да, красиво. Вы знаете благодать, место такое благодатное. Но создали его вот эти прекрасные люди. Вот 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 да, и вот например я слушал мнение председателя бывшего общины черкесов Иордании. Их там большое количество. Там цифра разнится от 100 до 150 тысяч по разным подсчетам. И вот он очень 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 высоко отзывался о Кварками. Он сказал, что это уникальное место, где люди сохранили чистоту языка, чистоту крови, если хотите, да, 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 да. Вот он сказал, что уже в Иордане ассимиляция идет полным ходом и по сути уже люди меняют свою идентичность. Не все, но это таки уже присутствует. Черкесы вообще разбросаны по всему миру. Число черкесов, проживающих вне земли своей обетованной тоже колеблется в разных источниках по-разному, но счет идет на миллионы, и я сказал, имейте ввиду, что рано или поздно те мальчики с углями вернутся на родину, и черкесия будет восстановлена. Адыги, черкесия, вы уж на меня не обижайтесь. Я, честно сказать, я о Кавказах вообще практически ничего в своей жизни не видел. Я еще помню из детства какие-то маленькие воспоминания, что люди из Кавказа приезжали в наши края, в Прибалтику и очень мало. И вот буквально когда я приехал в это место, я был ошеломлен, просто удивлен, потрясен. это, конечно, выше всех похвал. Да, здесь проходят красивые фестивали, красивые фестивали музыкальные. Здесь очень культурная и богатая жизнь. Деревня рекомендована множеством международных организаций, как место рекомендано для посещения. Я без всяких рекомендаций вам могу сказать, здесь стоит побывать. К… в как видели, вы очень там, как мне ну ну вот девчонки катаются на этих чудных электромобилях видите почти у каждого дома не есть самое главное местность гористая эти электромобили не делать шума нет выхлопа согласитесь что это и приятно и удобно и просто классно улице проименованы на трех языках на черкесском на арабском и на еврейте очень красиво но я очень рад что люди сохранили свою датичность они в свое время обратились к правительству и своим разрешила сохранить свои школы для того чтобы народ сумел сохранить свою датичность свой язык это очень важно что люди не слились не стали общей массой и всегда противник того чтобы люди становились одинаковыми все время было удивительно почему люди стремятся быть одинаковыми не нужно становиться одинаковыми как раз в самобытности и есть прелесть да деревня находится больше двухсот метров над уровнем моря если фавор это почти 600 метров то деревня 200 с лишним метров над уровнем моря и приятный продуваемый такой воздух не застаивается шикарно гулять когда я сегодня поднимался на горы фавор я выбрал маршрут пеший я просто пер по горам обратно я уже спустился по стационарной дороге но тоже пешком но когда я шел полом слегка это музеем это зима комшин музеем черкесе оксана так вот уже какой-то момент ножки мои так загудели что я уже сказать честно вам сомневался ли меня хватит на черкесов но так как я задался обязательно целью повидать сегодня этих два места я сделал остановку уже когда добрался до монастырей посидел там наверху напился отдохнул и потихоньку спустился то тоже взяла хороший час спуск но я рад я рад что я нашел в себе силы но вы мне в этом помогаете вы мои зрители мне в этом помогаете и я вам за это благодарен лайк комментарий автору всегда приятно и вам как говорится денег не стоит автору всегда всегда приятно да ну где-то был тут музей я его потерял вот я спросил у мальчика где это но я не думаю что музей открыт просто я хотел подойти к этому месту сегодня праздники музей 100 процентов не будет работать ну и есть оказывается два музея поэтому я немножко сбился с путы вы уж меня простите нет смысла у нас сегодня как-то специально что-то найти но я просто хотел подойти к музею потому что это настолько место шикарно я в этом музее снимал я прикреплю пару видео к этому видео и вы смотрите посмотрите послушать это лекцию давида который проводил для нас давид и в то время что я был здесь на экскурсии и вы сможете послушать его рассказ и осмотреть сам музей но просто сегодня я хотел подойти и показать а я уже вижу вот я вижу все я теперь вижу вот она на стене есть эмблема и поэтому я его с первого раза не узнал музей содержится это приватный музей это музей который имеет семья очень красивая экспозиция очень добродушные люди очень очень приятная атмосфера и музей открыт каждый день и вы можете найти это на веб-сайте фарканы и зайти туда и увидеть эту красоту а я вам сказал я прикреплю видео и вы сможете посмотреть на это место своими глазами но это было уже пару лет назад да 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 это вот это место я его не узнал из-за того что мы были группой знаете когда вы группой вас привезли отвезли заходи вы но это здорово да да вот он я просто хотел чтобы вы знали об этом месте и при посещении обязательно посетить это место это место просто шикарное да место такое вы знаете но очень необычное оно такое вообще головы для меня это открытие я сегодня гуляю и я когда вот гуляю по этой местности смотрю в автобусе в окно и смотрю на людей и мне с трудом верится что я это вижу своими глазами это абсолютно другая культура абсолютно другие люди мне так кажется виды абсолютно иные я живу прямо у моря в городе батьями три минуты от моря и это совсем-совсем иные люди люди иные место иное и совсем другое поэтому я здесь как за граница я вообще всегда говорю куда бы мы не шли мы всегда в гостях мы всегда в гостях открыли двери разрешили войти мы зашли дверь закрыта мы разворачиваемся и уходим никуда не приходим со своим уставом никуда не приходим со своим самоваром вот сегодня я тоже забрался на фавор так долго я брел туда пока поднялся показать лес я был первый раз в жизни сам себе за кисть на эту гору все сам нашел в православный монастырь успел зайти а католически уже буквально на подходе моем только услышал звон колоколов там я и попрощался с этим местом но я еще раз говорю хозяин барин смотрите сколько кошек и кошки накормлены за котятами смотрят вот они повсюду рыжий и вот этот второй видите сколько это чудного камня очень красиво черный базальт и черепичные крыши это так по-домашнему красиво вы знаете вот когда мне пишут именно люди с высоких кавказских гор вы на меня не обижайтесь я еще раз говорю я из прибалтыки я кавказе имею крайне скудные знания и люди пишут что-то пишут на своем языке будьте добры пишите для меня перевод вот все то же самое а потом еще напишите в комментариях что вы пишете на русском языке чтобы я мог это тоже прочитать мне будет это очень приятно какое чудное цветение как раз и вау как раз и вау как раз и вау Мечеть красивая Я тоже слышу мечеть Кстати, я живу в Батьяне, но я слышу мечеть Яфа Помимо того, что я работаю с ребятами То я еще и слушаю молитву Как красиво! Посмотрите сами, как сложены камни Да Сколько могут руки человеческие сделать красоты Осталось только, чтобы был мир Мечеть красивую Сколько фруктов Ну давайте кинем взор еще на мечеть И потихоньку будем двигаться дальше Спасибо тем людям Очень красиво Привет, моя хорошая Есть и у меня корм, но я вижу, вы не очень домашние Чужих не подпускают Я всегда ношу с собой корм Ест у меня у дома, на работе Дома ест, ну короче Ест целый кошачий батальон А здесь я заметил, что кошки не подходят близко к людям Но береженого Бог бережет Вот она повсюду виднеется гора Фавор Ну вы знаете, еще бы я добавил Что не все люди любят публичность Несмотря на место, что очень публичное место Очень почитаемое туристами И люди его любят И люди приезжают Надо все-таки понимать, что здесь люди просто живут Для нас это такая развлекательная экскурсия А люди здесь живут Со своими мыслями, со своими идеями Каждый живет с чем-то своим А мы тут ходим куда хотим Делаем, что хотим И надо дать должное, что люди с этим мерятся Но надо не забывать, что все-таки мы в гостях Делаем все-таки мы в гостях Делаем все-таки мы с вами Ну погода могу сказать, что крепкая за 20 Так как сейчас уже 3 часа дня И солнце полностью взяло все в свои руки Хотя я говорю, вчера был такой хороший дождь утром Так лил дождь, приятно было Но вот теперь уже, конечно, по чуть-чуть По чуть-чуть Отпустило Дождик ушел Пришла жара Какие чудные растения Выше всех похвал Вот вы знаете, вот я гуляю по Израилю И в Израиле как-то вот отсутствует у многих городов Некое такое лицо Вы знаете, люди живут так, как они хотят И я согласен, это правильно Но я всегда говорю, что я вот гость Я приехал к вам в гости И я снаружи И я не у вас внутри Но я снаружи И вот моему глазу не за что зацепиться Нет каких-то таких вещей Которые бы раздражали чисто Аккуратно Все Больше ничего не нужно А как вы живете внутри Ну это действительно уже ваше личное дело Потому что вы продаете картинку Вы продаете вот эту красоту Вы вот этим внешним видом Вы говорите о себе все В Израиле этого не хватает Многие города страдают от этого Многие города страдают от этого И вот, конечно, я пользуюсь тем, что я гость Но и люди видят, что я гость И люди издалека притормаживают Люди уступают тебе дорогу Понятно, это маленькое поселение Понятно, в больших городах все иначе Но мне кажется, вот это так Эта деревня, она, например, еще в первую очередь Израильтянам Вот так должны жить люди Должно быть такое уважение друг к другу И это всем поможет жить гораздо лучше Да, ваусь, она прекрасна, ты хворкама, хворкама Чудный, прекрасный город А вот и мой автобус проехал Да, я останусь теперь без автобуса Да, нет, будем ждать другого Ну, а у нас есть возможность погулять еще по Кфаркаме Неспешно, спокойно, помаленьку Путь мой будет лежать в Афулу А уже из-за Афулы путь мой будет лежать В славный город Тель-Авив А оттуда он будет лежать в славный город Батьян Предстоит нам еще сегодня большое-большое путешествие А оттуда он будет лежать в Афулу Можно посидеть, отдохнуть Спасибо, уставший путник может присесть и отдохнуть Да, вот моя остановка, но автобус уже ускакал Не буду же я теперь за ним бежать Все будет хорошо Доберемся и мы до дому Чуть попозже, не спеша Видите, сколько много этих маленьких автомобильчиков Пишите, пишите, как вам наша сегодняшняя прогулка Ну, даже больше пишите, как вам место, которое черкесы превратили в рай Шалом Аксамыя Туда Который в прямом смысле превратили это место в рай Ну что, ребята, наверное, где-то здесь и где-то тут Я вам низко поклонюсь Низко поклонюсь Гордым черкесам, спасибо вам за ваше гостеприимство С любовью Из Галилеи, из города Кфаркамы Ваш Артур, спасибо всем за прогулку Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»